Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 13 декабря вы смотрите обзор главных аграрных новостей за неделю. Минсельхоз не считает критичным сокращение азимово сева. Финансирование АПК уменьшится на 26 миллиардов. Инвестиции в сельском хозяйстве сократились на 8%. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. Пожалуй, ключевым событием прошлой недели стало совместное заседание Минсельхоза России и Комитета Госдумы по аграрной политике. Министр Дмитрий Патрушев заявил, что азимый сев был проведен на площади 17,7 миллиона гектаров. Это меньше того, на что рассчитывали. В октябре министерство планировало, что площадь под азимами вырастет до 19 миллионов гектаров. Недосев Дмитрий Патрушев объяснил неблагоприятной погодой в Центральной России и в Поволжье. Тем не менее, ситуация полностью под контролем. Площади будут засеяны весной и структура площадей сохранится, отметил министр. Патрушев также заявил, что не наблюдает вопиющих проблем с техникой. Да, она где-то старая, где-то требует ремонта. Этот ремонт проводится чуть дольше, чем раньше проводился, по причине отсутствия необходимых комплектующих. Но, тем не менее, он проводится, заверил министр. Патрушев напомнил, что в этом году правительство уже выделило Росагролизингу 12 миллиардов рублей на покупку 11 тысяч единиц сельхозтехники. До конца года Росагролизинг получит еще 10 миллиардов рублей. В целом, на АПК, включая программу комплексного развития села, в этом году было выделено 480 миллиардов рублей. В следующем году финансирование уменьшится до 454 миллиардов рублей. Впрочем, в Минсельхозе надеются, что в течение 2023 года какие-то деньги бюджет на АПК еще подбросят. После короткого доклада Патрушева депутатам Госдумы позволили задать министру вопросы. Коммунист Ренат Сулейманов, представитель Кемеровской и Новосибирской областей, спросил о насущном рентабельности выращивания зерна. Ренат Исмаилович сообщил министру, что в Новосибирской области за тонну пшеницы третьего класса дают 10 тысяч 800 рублей, тогда как себестоимость этой пшеницы 9 тысяч 800 рублей за тонну. С учетом логистики и экспортных пошлин выращивать культуру стало нерентабельно. Депутат спросил, не планирует ли Минсельхоз отменить пошлины и увеличить закупки в государственные интервенционные фонды с 3 до 15 миллионов тонн. Патрушев ответил, что таких планов нет. Он напомнил, что пошлина меняется в зависимости от цены. Если, например, в начале года ставка за тонну пшеницы составляла 7,5 тысяч рублей, то сейчас чуть больше 2 тысяч. Впрочем, за неделю пошлины выросли. С 14 декабря за тонну пшеницу придется отдать уже 3 тысячи рублей. Пошлины, тем не менее, никто отменять не будет. Пошлины отменять не будем. Пошлина – это механизм, который позволяет все-таки корректировать внутреннюю цену и отвязать ее от внешней. Значит, с точки зрения рентабельности, коллеги, да, в этом году, наверное, не лучшая рентабельность. Тяжелая достаточно ситуация, цена реализации близка к себестоимости. Ну, давайте вспомним прошлый год. По прошлому году все было очень и очень неплохо. Ну, я понимаю, что хочется, чтобы рентабельность зашкаливала из года в год, но, к сожалению, так не бывает. И если один год хороший, то есть вероятность, что второй год будет плохой. Говоря о закупках в интервенционный фонд, министр посетовал, что в России нет такого количества агредитованных мощностей, чтобы можно было сохранить все 15 миллионов тонн зерна. В то же время министр не исключил варианта, что в интервенционный фонд можно будет закупить и больше зерна в 2023 году. Он сказал, что министерство сейчас ожидает, что в начале нового года цена начнет отрастать, но если этого не произойдет, то пшеницу будут закупать и дальше. Кому явно снижение цен на зерно пошло на пользу, так это животноводам. На конференции «Свиноводство-2022», которая состоялась в прошлый вторник, глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал, что весной 2022 года рост себестоимости свинины вызывал у представителей отрасли очень большие опасения. За три года, с 2019 по 2021 год, себестоимость выросла с 65 до 80 рублей за килограмм, что было вызвано изменением цены на зерно. Свиноводы рассчитывали, что к концу 2022 года себестоимость поднимется до 95 рублей за килограмм. Но в связи с тем, что рубль укрепился, а цены на зерно снизились, себестоимость теперь должна опуститься до 75-80 рублей за килограмм. Рынок свинины остается очень насыщенным. Производство в сельхозпредприятиях выросло за январь-сентябрь почти на 8%, а до 2025 года топ-20 крупнейших свинокомплексов увеличат выпуск мяса на 25%. Пока рынок от перепроизводства спасают только небольшие экспортные поставки, вспышки АЧС и тот факт, что сокращается производство в КФХ и ЛПХ. Впрочем, доля малых форм хозяйствования на этом рынке остается мизерной. В этом году гарантийный фонд Ростовской области предоставил 202 поручительства фермерам и агропромышленным предприятиям ДОНа. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. За 11 месяцев текущего года гарантийный фонд Ростовской области предоставил более 200 поручительств фермерам и предприятиям, занимающихся в агропромышленном комплексе, субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма поручительств составила порядка 650 миллионов рублей, и субъекты МСП смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей финансирования под наше поручительство. Для сравнения, в прошлом году фондам было предоставлено всего лишь 42 поручительства, то есть порядка в 5 раз меньше. Сумма поручительств составила чуть больше 250 миллионов рублей, и субъекты МСП смогли привлечь, если я не ошибаюсь, что-то порядка 650 миллионов рублей финансирования внешнего. В текущем году вот те 202 предприятия и фермеры, которые привлекали финансирование, порядка 30 привлекали финансирование именно на приобретение либо земель, сельхозназначение либо сельхозтехники. Остальные брали на пополнение оборотных средств, это закупка семян, закупка удобрений, ГСМ, уплата налогов и зарплат. В текущем году в рамках антисанкционных мер по поручению губернатора Рословской области Василия Юрьевича Голубева нами была снижена ставка вознаграждения до минимально возможного значения 0,5% годовых от суммы поручительства, а также абсолютно для всех видов деятельности увеличен максимальный лимит поручительства до 70% от суммы обязательства. Поэтому в настоящее время можно говорить о том, что наши условия максимально льготны абсолютно для всех субъектов МСП, не только субъектов МСП, занимающихся в сельском хозяйстве, но абсолютно для всех. Всю информацию можно изучить, получить на сайте гарантийного фонда Рословской области оформляют быстро, а стоимость услуг гарантийного фонда приемлемая. Еще одно важное изменение грядет в сфере селекции и семеноводства. Сельскохозяйственные научные институты, которые ранее подчинялись Российской академии наук, были переданы в ведение Минсельхозу России. Министерство намерено, так сказать, реформировать эту отрасль и вспрямить взаимоотношения науки и бизнеса, сообщил Дмитрий Патрушев. Что касается вообще поддержки семеноводческих предприятий, ну, с учетом того, что мы сейчас забрали этих 11 НИИ, у нас в планах, и, поверьте, мы их реализуем, спрямить взаимоотношения науки и бизнеса и сделать так, чтобы те разработки, которые ведут научно-исследовательские институты, были востребованы именно бизнесом. Чтобы они не просто на бумаге были в реестре госсорткомиссии, а чтобы эти семена покупались. Мы сделаем это за счет закрепления за крупными компаниями ответственности за эти НИИ и за разработку тех или иных сортов, которые на сегодняшний день у нас проблемные. Как именно Минсельхоз закрепит за агробизнесом ответственность за НИИ, мы пока не знаем. Но если вы владеете какой-то информацией на этот счет, пожалуйста, расскажите нашей редакции. Правительство России может выровнять стоимость электроэнергии для личных подсобных хозяйств и фермеров, заявил бизнес-омбудсмен Марис Дитов со ссылкой на замдиректора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ренату Бибарсову. По словам Титова, правительству сейчас стало ясно, что переход из ЛПХ в КФХ демотивируется, поскольку фермеры платят за электричество дороже, чем население. Анализ Минсельхоза показал, что расходы на электроэнергию занимают не менее 3% себестоимости продукции производителей зерна и молока и до 15% у производителей, которые имеют тепличные хозяйства или занимаются переработкой молока. Возможно, в следующем году на основе этого анализа будет принято решение о возмещении затрат фермерским хозяйствам с тем, чтобы довести уровень их затрат до уровня ЛПХ, рассказала Рената Бибарсова. С января по сентябрь инвестиции в сельское хозяйство сократились на 8,2%, подсчитали в Центробанке. В докладе «Региональная экономика» Банк России отмечает, что причина падения инвестиций заключается в снижении цен на сельхозпродукцию, прежде всего на зерно. В докладе приводится мнение одного из аграрных предприятий в Республике Мари-Эл. В этом предприятии отметили, что в текущих условиях цены на зерно опустились до уровня себестоимости, что ограничивает инвестиционные возможности бизнеса. В то же время Банк России указывает, что инвестиции в отрасль стимулируют меры государственной поддержки. Приводится пример одного из крупнейших производителей мясной продукции, который продолжает строить мясной кластер в Тульской области. Почему? Потому что бизнесу в зоне опережающего развития дали инвестиционные субсидии. Закончим выпуск двумя забавными новостями. Первую подбросил нам производитель минеральных удобрений «Уралхим». Газета «Коммерсант» сообщила, что гендиректор компании Дмитрий Коняев отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что «Уралхим» готов приобрести российские активы зернотрейдеров «Каргил» и «Витера». По словам Коняева, эти компании намерены прекратить работу в России в 2023 году. Источники «Коммерсанта» утверждают, что в правительстве не возражали против покупки «Витеры» и «Каргил» «Уралхимом». Однако сами «Витера» и «Каргил» утверждают, что уходить из России не планировали и продавать активы не собираются. Более того, даже не вели разговоров на эту тему. Тут хочется вспомнить новость позапрошлой уже недели, когда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал, что «выгонять» международных зерновых трейдеров Россия не намерена. Так он прокомментировал идею, озвученную ранее главой ВТБ Андреем Костиным, о том, что надо запретить компаниям из недружественных стран покупать и перепродавать российское зерно, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Но похоже, что несмотря на все проблемы с экспортом, рынок продажи зерна все-таки интересен, и какой-то передел этого рынка мы можем увидеть. И последняя новость на сегодня. Минсельхоз окажет комплексную поддержку отрасли дикоросов. Такое сообщение было опубликовано на сайте ведомства. В настоящее время в России производится около 30 тысяч тонн пищевой продукции с использованием диких грибов и ягод. Минсельхоз намерен отрасль развивать. Во-первых, поработать над положениями лесного кодекса и других законодательных актов, чтобы исключить конфликт интересов. Во-вторых, провести планомерную работу по совершенствованию механизмов, направленных на стимулирование сбыта и переработки дикоросов. Ну и, наконец, третье. Внедрить систему прослеживаемости дикоросов и изготовленной из них пищевой продукции. Цифровая платформа, сообщает Минсельхоз, позволит мониторить процесс заготовки, обеспечить удобный учет сбыта продукции, включая финансовые потоки между заготовщиками и переработчиками. Когда начнет действовать государственный надзор за сбором брусники и морожки, ведомстве не уточнили. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что ставите лайки, комментируете, подписались на наш канал. Мы также будем благодарны всем, кто перечислит нам донаты. Сделать это просто, ссылка есть под видео. До следующей недели! Субтитры создавал DimaTorzok